Доброго времени суток ребятки! Мы повставали и завтракать садимся. Степашка уже позавтракал, даже два раза попросил, но я ему даю совсем понемножечку. Сделала я вот такую гречечку, но это в принципе она вчера была приготовлена, мне ее осталось только разогреть. Наши любимые сосисочки, видите они сосиски-чесательки? Сосиски. Они называются эстонские, мы их покупаем в Вознесенске, они нам очень нравятся, но по крайней мере напоминают чем-то детство. Сделала наш любимый салат, здесь у нас наш салат, огурчик-помидорчик, я имею ввиду из огорода, огурец-помидор, потом болгарский перчик, базилик, опять-таки дижонская горчичка, соевый соус, ну и вот такой салатик. И с утра смотрю, думаю у меня много кефира, почему бы нет, я поджарила оладушков из кефира, салатик надо перемешать, с утра без кунжута, так по-быстренькому. Из кефира такие вот толстенькие, вкусненькие оладушки, полежали на салфетке, они не жирные, масло совсем минимум на сковородочку, буквально так с обеих сторон. И варенье здесь у меня, смешанное варенье, здесь красная и черная смородина и крыжовничек, помакаем оладушки в такое чудо чудесное. И заварим кофейку, позавтракаем, и у нас сегодня, ну в принципе дел много, сами понимаете, подготовка в дорогу. Все мои хорошие, всем кто завтракает, приятного аппетита, всем кто дома или либо на работе, всем подписчикам и зрителям канала, я желаю, и Витя желает, наша семья вместе со Степаном, видите как я, тавтология немного. Мы вам желаем мира, добра, здоровья, спокойных дней, спокойных ночей и верить в перемогу, верить в то, что у нас все будет хорошо, это главная наша сейчас позиция в жизни, верить, ждать, терпеть и надеяться. Все мои хорошие, хорошего дня, пока-пока. Ребятки, мы уже на огороде, Витя сзади догоняет, нам нужно собрать зелени, ну в смысле салаты, морковка, свекла, может завтра раненько с утреца в путь дорожку, все, что выросло, угостим людей. Мало, конечно, вероятность, что там есть огурцы, ну короче, сейчас иду, иду посмотреть, буду посмотреть, скажем так. Вот, сегодня классно так, ветерок, свежо, хорошо, по-моему, или 24, или 26 градусов, прям великолепно. Боже, земля сухая, аж трещины, обалдеть. Лук лежит, сейчас, сейчас дойду, ну до десятка красных помидор висят, до десятка, ну мелкие. Ну ничего, соберем. Кстати, они такие вкусные, прям вкусные, очень вкусные. Лук лежит почти, салат есть. Ну, более-менее. Сейчас гляну на огурчики, чего тут, ой, вижу, по-моему, один огурец. Ну, что, ребят, ничего страшного, будем покупать, вообще не проблема. Купим, оп, там, закроем. Кто-то из подписчиков написал, Лена, зимой купите на развес, там, поштучно. Ребят, согласна. Но я такой человек, что я закрою сама. Я, это, куплю и закрою. Ничего тут страшного нет. Не я одна такая в этом году. У всех такая беда, проблема. То есть, ну нет и нет, ничего страшного. Зато свекла есть, морковь есть, лук будет. Ну, как-то так. О, вижу один огурец. Пузатый, смешной, но есть. Сейчас еще, ну я просто не нагибаюсь с вами, общаюсь. Тыковки, арбузики, арбузики, тыковки. Перец красивый вроде стоит, но перца нет. Но я собрала там штук, по-моему, шесть. Да, я вам показывала. Помните, он хоть и не крупный, но вкусненький такой, сладкий, не горький. О, еще один огурец. Ой-ой-ой, два огурца, это что-то. На завтра, ребята, смешно, смешно, но стоит дождик. Ну, ничего. Еще у нас есть от дождя охрана эти самые плащи, которые еще ни разу не открывались. Дождевики из Нового Буга, мы там как купили, ни разу не открывали. Короче, они, видимо, отталкивают от нас дождь. Будем надеяться и сейчас оттолкнут. Ну, в принципе, летний дождь, песня есть «Летний дождь». Вот, и он не... О, еще нашла два огурца. Та, бомба! Это самое. Дождик летний, он совершенно не пугает. Он же теплый. В принципе, я в кожаной куртке, Витя в кожаной куртке, они не промокают. Все нормально. Ну, а где-то там брючки намокнут. Ну, невелика проблема. То есть, не сахарные, не растаем. Тем более, мы будем переезжать много областей. Здесь он может быть, там его может не быть. Я имею в виду дождь. И поэтому вообще над этим не паримся. То есть, вот таким образом, ребята. Ой, надо, наверное, сейчас вырвать этот нут, потому что он уже... Его уже почти нема. Да, сейчас мы, наверное, его вырвем. Хотя времени мало, ребята. Вот вроде как работы и нет такой особой. Но, сами понимаете, что такое перед дорогой. Все по списку. То не забыть, то взять, то положить, то переложить. Ну, короче. Но я это дело люблю. Я вообще люблю путешествия, люблю изменения какие-то такие. Не люблю монотонности. Вот такое, знаете, повторение такого. Вот оно из дня в день одно и то же, одно и то же. Монотонность такая все. Не люблю. А путешествия обожаю. Поэтому, невзирая ни на погоду, ни на дождь, ни на ветер, мы собираемся и соберемся, и поедем, и доедем. И, короче, мы не сахарные. Все, ребятки, я сейчас буду нагибаться, отключаюсь. Ну, а все, что соберем, я покажу дома. Да? Да. Ждите. Ребятки, мы приехали из огорода. И я сейчас бегло-бегло покажу весь урожай, потому что мне нужно распределить это по пакетам. Здесь, ну, кому, кому чего дать, в общем, детям. И остальное дома оставить, и что-то с собой взять. Ну, короче, я так бегло покажу. Так что на беспорядок не обращайте внимания. Я вас очень прошу, поскольку я такой человек, я люблю порядок. Ну, а сейчас очень бегло, и ясное дело, порядка тут нет. Вот это весь урожай наших огурцов. Ла-ла-ла-ла. Дай бог с ним. Ну, там еще маленьких много висит. Если приедем, я думаю, уже, может быть, соберем на баночку. Ну, то такое, не соберем. Я не парюсь, как я вам объясняла уже. Так, это Юля угостила петрушкой. У нас петрушка уже закончилась. Вот, это именно все расфасовало по сортам. Это петрушечка. Вот она. Цвет почему-то так поменялся резко. Так, вот это куча салата. Я так понимаю, что это крест-салат, но нам он очень нравится. Он мутанты уже, конечно, вот такие листья. Крупные, 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 крупные. Но я вот этот ствол, я вам рассказывала, вот эту вот часть жесткую в листике. Ой, что-то я со светом играюсь, играюсь. Вот, натуральный цвет. Вот эту вот часть в листике я уберу. Вот эти половинки очень здорово срываются. Просто без всякой, знаете, такой, ну, так как и надо будто бы их оторвать. Потому что вот это нам в салате не пригодится. И я сейчас красивенько обрабатываю листики. Вот, фасую так, как мне нужно, в судочки, в пакеты. Ну, в общем, так вот раскладываю все, чтобы было раз, достало и готовый уже салат. Вот, дальше. Вот такой салатик. Я не знаю, как он называется. Вы мне, по-моему, как-то и писали, но я даже и не прошу вас этого называть, потому что я все равно не запомню, поскольку оно... Салат и салат. Мне вот это главное. Здесь я тоже убираю вот эту, хотя тут она помягче. Ну, в общем, посмотрим по ходу дела. Эти листики чуть-чуть поменьше. Потом вот такой салат, именно с желтой, вот такой, этой самой плотной ножкой. Я не знаю, это, ну, разновидности между вот этим и вот этим, они похожи. Но здесь почему-то желтый. Это было таких два кустика у меня вот такого салата. Вот. И я уже так пытаюсь его дорывать, поскольку он перерастает и, ну, в общем, он себя... Ну, в принципе, оправдал. Салата мы уже наелись и еще будем есть, и есть, и есть. Его еще очень много. Дальше. Вот такая красивенная свекла. Ну, я смотрю, и у Юлечки тоже хорошая свекла. Ну, это мы нарвали и детям дать немного, которые тут рядышком, и с собой взять, и дома оставить. То есть, и дома немного еще есть свеклы. Ну, красава, скажите, да? Ну, просто прелесть. Там цилиндрики, здесь такая. Вот. Показываю прямо на поверхности моющей, поэтому не обращайте внимания. Вот такие помидоры. Вот. Значит, вот это я знаю даже, как он называется. По-моему, апельсин. Желтый апельсин, что ли. Ну, он немного еще не дозрел. Ну, я его, может, положу на окошко. Вот такая мелочевка. Но все равно радует. Они очень вкусные. Я вам говорила на огороде будучи. Помните, да? Они очень вкусные. Вот это морковь. Ну, понятно, ее еще рвать рано. Но нам дома надо что-то готовить, кушать и угостить людей. Сами понимаете, мы едем далеко, и поэтому с собой повезем то, что у нас выросло на огороде. Юля, спасибо огромное, угостила базиликом двух видов. Вот такой синенький, вот такой зелененький. И лучок, это я буду сегодня делать чего-нибудь там в дорогу с зеленью. Вот, поэтому будем сейчас это мелко крошить и дальше будем готовить. И немного-немного собрали лука. У нас дома есть лук, но мелковатый. А это так взяли, чтобы раз одну луковицу взял. Ну, и понятно, семейку. Мы ее очень любим с борщом. Сейчас будем греть борщик и кушать наш прекрасный вкусный лук. Все, ребят, будто бы все показала вам. И Юля снова дала нам переросшие огурчики. Такие, кстати, я их с Витей, мы вчера ни один и ни два съели. Они действительно очень вкусные, аж сладкие. Косточка не крупная. И самое интересное, что нет горчинки. Юля жаловалась, что горькие огурчики. Но ничего, они в консервации, горечь уйдет. Это понятно. Так что вот так, ребят. Все, я вам показала наш урожайный такой, урожайный урожай. И сейчас я буду делать дальше дела и с вами не прощаюсь, ребятки. Но зелень безупречная. Я обожаю эти салаты. Если добавить сюда горчички дижонской, до соевого соуса, до ложечку сметанки, перчика, соли и лучок, дать ему немножечко, знаете, гореча дать. Короче, можно питаться одним салатом. Мы делаем это каждый день. И поедаем, именно поедаем, знаете, как вот сели, и хрумтим, хрумтим в удовольствие. Поскольку пока есть зелень, пока есть витамины, это нужно кушать как можно чаще, как можно больше. И ешьте зелень, будете здоровы. Я вам желаю всем здоровья, счастья, позитива, радости и всего самого хорошего. А самое хорошее, это мирное небо. Дождемся, и все будет Украина. И Степочка будет вот так вот мирно-мирно спать в своем любимом гнездышке, где существуем я и Витя. А Степа здесь хозяин. Вы правы. Живем, не существуем, живем. Существуем, живем. Дело в том, что люди даже сказали, это вы живете со Степаном, а не он с вами. Да, наверное, так и есть. Потому что мы под него делаем все условия, чтобы ему было здесь вольготно, приятно жить и вкусно, и сытно, и нежно, и с любовью. Все, мои хорошие. Пока-пока. Буду заниматься делами дальше. Не теряйте меня из виду.